Удаленный доступ к беглецу. В Абалонском суде десятки телекамер. Журналисты ожидали услышать показания Януковича по делу о госизмене. В зал заседании и телевизор занесли, и место для включения беглого оборудовали. Но адвокаты заявили, ничего не готово. А судьи к помощи российского Минюста прибегнуть отказались. Дескать, справимся. Судебные хроники в материале Александра Васильченко. Увидеть по видеосвязи допрос Януковича в Абалонском суде столицы собрались несколько десятков журналистов. В суде заявляют, к видеоконференции с беглым президентом готовы. Предложили несколько вариантов через скайп или с помощью специального технического оборудования. А вот обращаться с запросом о международной правовой помощи в Минюст России и Ростовский облсуд отказались. Суд вважает, что вернение за международной правовой помощи в рамках этого дела до Российской Федерации будет соперечить методы и задачи тех конвенций, которые были раньше подписаны между Украиной и Российской Федерацией. Но Янукович на связь так и не вышел. Адвокаты беглого президента считают, что суд технически не подготовился. Также им непонятна и сама процедура допроса. Проведение процедуры за скайп-звязком не дает возможности установить особу, не дает возможности выполнить вымоги еще до разъяснения прав. Суд не разъяснил, чьи нужно находиться прокурора Порусь с Виктором Януковичем. Не понятно, почему прокуроры не желают почути особу, которую обвиняют в всех тяжких злочинах. После суд перешел к рассмотрению дела по сути. Прокуроры представили новый обвинительный акт. В нем сторона обвинения ходатайствовала о специальном судебном расследовании. Также внесли предложение проведения суда присяжных. Адвокаты попросили очередной перерыв в заседании для ознакомления с материалами. Прокуроры говорят, таким образом защита затягивает судебный процесс. Сейчас с ГПУ даже приблизительные сроки окончания заочного суда над Януковичем не называют. Но утверждают, способны задержать и доставить беглеца в Украину. Если будет обвинительный вырок, я считаю, что правоохранительные органы Украины способны выполнить решение суду, обвинительный вырок, и доставить Януковича в Украину, чтобы он отбывал покарание и отвечал за свои действия. Следующее заседание по делу Януковича назначили на 29 мая. К этому времени, обещают адвокаты, постараются организовать видеосвязь с бывшим президентом. Александр Васильченко, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер.